Итак, мы занимаемся всякими вопросами про площадь и объем. Я сформулировал формулу замены переменной или формулу для площади образа. У нас есть два многообразия. Напомните, это было М1 и М2 или МН? М1, вот это я, конечно, зря, но ладно. Хорошо, значит, вот у нас есть дефиаморфизм, который, слово дефиаморфизм, в нем важнее всего инъективность, конечно, она предотвращает какие-то куски образа, покрытые дважды, что повлияет на формулу. Есть множество А в М1, оно измеримое. Давайте, если нужна очень большая четкость, пусть измеримое означает Борелевское, например. Ну, вообще, есть понятие измеримое относительно мерах Уздорфа. Можно, тоже подойдет. Ну, пусть Борелевское, ничего. Никакой проблемы в этом нет. Так, тогда мы доказываем формулу, что объем f от этого множества, есть интеграл по этому множеству, якобиана f. Ну, если точнее, то якобиана f от x по объему, как функция от x. Ну, и здесь можно еще написать, в каком многообразии. М1, М2 – это риммного многообразия. На них определен объем, и для отображения между ними определен якобиан, который неотрицательный, я напомню, в отличие, может быть, от анализа, где ставится модуль. Ну, давайте доказывать. Доказывать будем, во-первых, все эти аргументы я часто буду пропускать. Доказывать я буду это стоить сюда относительно погрешности ε. То есть я буду доказывать такое утверждение, что объем f от а заключен между 1 плюс ε на вот этот интеграл и 1 минус ε на вот этот же интеграл. И для любого ε больше нуля. Понятно, что этого хватит. Записывать я это буду, чтобы не было таких каждый раз длинных формул. Я буду записывать вот эту формулу, ну и все ей подобные, вот таким способом. Как физики это делают. Значок плюс-минус означает неизвестное число, которое произвольное. В каждой формуле новое, которое просто лежит в интервале от минус ε до ε. Ну или замкнуто, неважно. Я просто пользуюсь таким сокращенным обозначением, за ним ничего глубокого не находится. Дальше. Вот это вот равенство. Одно и то же записано разными способами. Вот это вот равенство, оно означает систему неравенства. Эта система неравенства аддитивна. Я имею право доказывать ее для кусочков, на которые разбитое М1, а затем сложить. Очевидно, да, что относительные погрешности, они не складываются. При сложении величин, здесь все не отрицательно. Относительные погрешности не складываются, а усредняются. Абсолютные погрешности складываются при измерениях. При сложении. И поэтому мне достаточно доказать локальное утверждение. Для любой точки P в М1 существует у окрестность в М1. Такая, что для любого измеримого множества в этой окрестности очень маленькая. Вот та формула выполняется для своим эпсилон. Объем F от А. Давайте эпсилон зафиксируем сразу, раз и навсегда. Равно 1 плюс-минус эпсилон на интеграл икобиан F по нашему множеству. Икобиан функции... Понятно, да, переход? Что вместо того, чтобы доказывать равенство глобально, я имею право доказывать его в сколь угодно малой окресте одной точки. И обратите внимание, икобиан — это непрерывная функция. То есть это мы хотим. А вот это, интеграл икобиан F по А, он примерно равен просто икобиану F в точке P. А точнее, может быть сделан сколь угодно близким. Поэтому это примерно равно... 1 плюс-минус эпсилон на просто икобиан F от P. Что означает примерно равно? Ну, давайте я формализую. Запасемся еще числом дельты маленьким, которые стремятся к нулю при фиксированном эпсилон. Икобиан всюду положителен. Поэтому я сам... Давайте зафиксируем. Дельта больше нуля. Потом выберем достаточно маленьким для фиксированного эпсилон. Можно считать с самого начала, что для любой точки X из U... То есть U настолько мало, что для любой точки X из U икобиан F в точке X есть 1 плюс-минус дельта икобиана в точке P. Потому что это непрерывная функция, она положительно не обращается в ноль, не обращается в ноль, потому что я пользуюсь тем, что это дефиоморфизм. Поэтому можно спокойно заменять вот это... Сейчас, умножить на объем A еще я забыл. Функцию икобиана, в которую мы интегрируем по очень маленькому множеству, я по непрерывности буду просто считать обычно константой. Ну, теперь давайте, собственно, займемся доказательством. Вот у меня многообразие M1, в нем точка P, в окрестности которой я буду это доказывать. Вот многообразие M2. Источка Q здесь равна F от P. Ее окрестность нам тоже интересна, естественно. Давайте выберем карты в окрестности P и Q, которые почти сохраняют расстояние. А именно построим здесь из очень маленькой окрестности отображение ВРН. Фи. Значит, если U достаточно мало, достаточно малая окрестность, то существует карта FI внизу ВРН, которая не сильно искажает расстояние. такая, что FI от X минус FI от Y, то же самое, что Римманово расстояние от X до Y, умножить на 1 плюс-минус дельта. Чтобы построить такую карту, достаточно взять сначала любую карту, затем сделать в ней любую линейную замену переменной, которая ортонормированный базис касательного пространства переведет в начальной точке, переведет в ортонормированный базис. Например, а можно, поскольку мы уже большую часть геометрии знаем, можно взять просто экспоненту. Она автоматически обладает этим свойством. Значит, возьмем. Достаточно сначала взять, достаточно того, что D фи в точке P изометрия. А после этого окрестностью взять столь малой, чтобы свойство выполнялось. Почему оно будет выполняться? Потому что вот это расстояние, ну, это евклидовое расстояние, а это расстояние, это какой-то инфимент длин путей, который можно вычислять через первую форму, или метрический тензор, который непрерывен. Если в начале метрический тензор стандартный, единичная матрица, то в очень маленькой окрестности он будет близок к единичному. Поэтому все длины путей будут близки. В относительном смысле. Формально надо взять такую окрестность, в которой все отличия матрицы G-житой от единичной будет меньше, чем дельта длит на n квадрат. И еще половинить эту окрестность, чтобы кратчайшие пути были пойманы в хорошие окрестности. Не надо подробнее. Короче говоря, есть такое отображение. Давайте построим аналогичное отображение для m1, аналогичное отображение с теми же свойствами для m2. Окрестности будем все время уменьшать. Пусть здесь ψ. И будем считать их координатными картами, в которой мы работаем. И рассмотрим координатное представление f в этих картах. Надо назвать его как-то, наверное, f с волной. Это по определению, ну что там это такое, это ψ от f от φ в минус первой. Ну или это такое отображение уже из РН в РН, которое замыкает здесь коммутативную диаграмму. Про эти отображения мы знаем, что оно почти сохраняет расстояние, то есть оно липшицево с константой близко к единице, и обратное к нему тоже липшицево. И увеличивать сильно не может и уменьшать. Поэтому мера Хаусдорфа эквивалентна с точностью до вот этого вот множителя в степени n. Для вот этой стрелочки f с волной, ну вы на анализе проходили формулу заменопеременной. Для вот этой стрелочки ψ опять, она точно такая же, как стрелочка φ, в ней искажение расстояний мало, значит все. Ну вот давайте, давайте вот из этой формулы по свойствам меры Хаусдорфа следует, что объем множества φ от А, здесь объем уже просто обычный объем в РН. Это то же самое, что объем А умножить на 1 плюс-минус дельта в степени n. Аналогично здесь, пусть здесь вот множество, давайте обозначим множество А1 будет φ от А, вот оно здесь находится, А1. Здесь будет его образ А2, это f с волной, это А1. И здесь, наконец, А3, это то, что мы изучаем, это ψ в минус первую, это А2, и это то же самое, что f от А. Вот эти вот множества, то есть объем А1, он равен, он близок к объему А. А теперь давайте, ну и аналогично полностью, если окрестность достаточно мала, то объем А3, он совпадает с объемом А2. Вот это Римманов объем, а это Евклидов. Умножить на тот же самый множитель. Точнее, для любого дельта существует окрестность, в которой выполняются такие вот свойства. Осталось разобраться с f с волной. Это отображение, про которое была терема в анализе. Что мы про них, про это знаем? Во-первых, заметим, что якобиан f с волной в точке фи от p равен якобиану исходного f в точке p. Вот это ключевой момент. От того, что я взял такую, заменил римманово многообразие на евклидовое пространство, вот таким способом, якобиан не изменился. Почему? Потому что якобиан – это некое выражение, включающее производное отображение. У фи и пси дифференциалы изометрии. Поэтому с точки зрения формально нужно сказать такие слова. Якобиан композиции есть произведение якобианов, очевидно, по определению. Якобиан, изучаем якобиан только в центральной точке. Здесь это единица, здесь единица, значит, здесь и здесь поровну. Очевидно, да? Вот. Ну и поскольку окрестность очень маленькая, якобиан – почти постоянная функция, и я могу скомбинировать это соображение с формулой замены переменных из анализа, которая в РН. А именно, объем от А2, он равен интегралу якобиана и Ф-волной, это по теореме из анализа. Та же самая теорема, но не для Рима, но для РН. По А2. А это равно объему А2 умножить на якобиан Ф-волной в центральной точке, какая там центральная точка, Фиат-П. Ну и на маленькую поправку 1 плюс-минус дельта. Мы ее так строили специально. Фи-низометрия. Производная Фи в центре – это изометрия эвклидовых пространств. Сама Фи, конечно, нет. Еще раз. Кто? Вот Д, П, Фи. Изометрия. То есть мы выбираем карту, такую, что ее производная. Карта – это отображение из многообразия в РН. Нет? Задайте вопрос еще раз тогда, если я… Нет, нет. Вы все хорошо объясняете, просто, например, то, что карта – отображение из многообразия в РН, можно не говорить. Ну, это потому, что к нему применимо понятие «производная». Ну да. И к этой «производной» применимо понятие «изометричность», поскольку все речь это и в эвклидовых пространствах. В Риме на многообразии касательно пространства есть эвклидовая структура, но и ранее эвклидовая. Вот производная в начальной точке, в центральной – изометрична. Все остальное неважно. Все остальное по непрерывности. Конечно, нельзя, не существует вообще говоря карт, которые изометричны. Это означало бы, что многообразие локально изометричны РН, а сфера, например, не такая. Так, значит, объем А2 – вот такая штука. А2. Мы сейчас горизонтальную стрелочку рассматриваем, и к ней, к горизонтальной стрелочке, мы применяем просто обычную теорему, ну, обычную теорему из анализа, который про РН. Объем А2. А, да, это правильно, интеграл по А1. Интеграл по А1. Вот. Ну, это то же самое, что Якобиан Ф в центральной точке. Это объем А1 то же самое, что объем А с поправкой. Что-то ответ – это объем, ну, не ответ, а приближение объема А умножить на Якобиан Ф исходной в точке П, ну, и на поправку. 1 плюс-минус дельта в 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 А1 от а исходного А1 это такая относительная погрешность. Ну, якобиан Ф в точке П, умноженный на объем от А, он по непрерывности то же самое, что интеграл по А, якобиан Ф, ну, и поправка накопившаяся какая-то еще и подросла. 1 плюс дельта в степени N плюс 2. Давайте возьмем плюс-минус дельта. Здесь я учел поправку на то, что ЭКБА непрерывен, но не постоянен еще раз. Ну и наконец, наконец, мы вспоминаем, что объем А3, это примерно объем А2, стоящий сюда маленькой относительной поправки и находим финальную поправку. Собственно, не находим, а просто записываем, что она маленькая, и все. Это вот этот вот интеграл ЭКБА на F по множеству А, умножить на поправку, которая накопилась к этому моменту. Здесь N плюс 2, и вот здесь еще N. Итого, 2N плюс 2, что никакой роли не играет. Важно, что это стремится к единице при дельте, стремяющейся к нулю. Поэтому, если эпсилон выбран заранее, я могу выбрать дельты столь малым, что это число, что эта поправка меньше, чем 1 плюс эпсилон и больше, чем 1 минус эпсилон. И все доказано тем самым. Фактически, я от доказательства отмахнулся и свел ее к Евклидовой теореме. Я не думаю, что она принципиально сложнее была у вас или там были какие-то высоты. Тоже непрерывность ЭКБА она там использовалась. Интеграл фактически, наверное, заменялся на интеграл Рима. Вообще, я уже говорил, что теорема верна в очень большой общности, а именно для любых липшицевых отображений. Если интеграл, ну если площадь образа считать с кратностью, конечно. Не инъективность, она усложняет ответ, естественно. Давайте буду извлекать из этой формулы следствия. Во-первых, передокажу, точнее обобщу Наримана в случае, формулу площади поверхности, которая была на анализе с корнем из определителя матрицы. Матрица грамма, наверное, называлась в анализе, а в геометрии я называл матрицей первой фундаментальной формы или метрическим тензором. Итак, следствие. Пустим Риманово многообразие, размерности n. Поскольку формула будет координатной, я должен выбрать какую-то карту и только в ней и множество ей будет рассматриваться. Фи из У в РН некая карта. Вот здесь вот множество У. Мы это все отображаем в РН. Образуется здесь Фи от У. Ж и ЖТ – соответствующие компоненты метрического тензора. Матрица метрического тензора. Ну, как обычно. Обозначения, как всегда, у меня были. Тензоры в этой карте. Это все зависит от карты. И числа Ж и ЖТ, ну или матричную функцию Ж, можно рассматривать как функцию на исходном многообразии, либо как функцию в РН от координат. Здесь будет тот координат. Я не пишу, потому что привыкайте. В книжках тоже не будут особо вас баловать явным указанием в области определения. С наукой становится проще, если постоянно просто отождествлять кусок многообразия. Но помнить, чтобы был некий выбор системы координат, от которого, в принципе, все зависит. Так, значит, Ж и ЖТ – это матрица. Есть множество, площадь которого, объем которого мы хотим померить, измеримое множество. Тогда утверждается, что его объем в многообразии М, естественно, другого нет. Это интеграл по его координатному изображению, которое ФИОТ А, корня из определителя матрицы Ж и ЖТ по ДХ1 и так далее. Ну, это просто мера Лебегова РН, которую… Я просто не знаю, как вы ее на анализе обозначали. Лямбда. Лямбда? Ну, хорошо, да. Это то же самое. Вот это то же самое, что Д. Лямбда. Ну, потеряем фубинии, это все равно, что проинтегрировать по координатным. Лямбда, значит, да. Ну, пусть будет Лямбда. Так. Доказательства. Давайте рассмотрим эту карту, точнее, обратное к ней отображение. Заведем отображение R, тоже обозначение дурацкое, но традиционное, которое было в прошлом семестре. Из Фиат У в У, R – это просто Фи в минус первый. И к нему применим формулу с Якобианом. По этой формуле объем А, есть интеграл по Фиат А, Якобиан АР. Я рассматриваю в качестве одного из Риммановых многообразий само эвклидовое пространство РН. А в качестве отображения – параметризацию. Но осталось понять, что такое Якобиан Р. Якобиан Р в точке Х – это по определению Якобиан его производной. Что такое и как считать Якобиан производной? Вот есть РН. Из него действует линейное отображение DXR в какую-то там касательную плоскость, в ТМ, в какой-то там точке Р от Х. Чтобы посчитать Якобиан, нужно знать, куда перешел ортноармированный базис. Давайте рассмотрим образы. Вот здесь векторы В и Т, равные D и XR от Е и Т, где Е и Т – стандартный ортноармированный базис. Тогда координатный кубик вот такой перешел в параллограммчик натянутый на векторы В и Т. Да, матрица G и ЖТ в точке Х. G и ЖТ в точке Х – это скалярное повреждение В и Т и В ЖТ. Поэтому мы, во-первых, знаем объем параллограммы натянутого на В и Т из анализа. Что он равен корню из определителя. Но там ничего сложного нет, просто зачем мне это второй раз повторять. Что-то объем параллограммы. Пусть К – это единичный куб. В РН – это 0,1. Сейчас. 0,1 в энной. Д, XR от К – это тот самый параллограмм. И его объем равен из анализа корню из определителя матрицы скалярных произведений В и Т и В ЖТ. Которые и есть Ж и ЖТ. Ну, все, доказали. Посчитали и Кобиан. Точнее, даже не посчитали, а вспомнили, почему он равен из анализа. Получили эту формулу. Таким образом, если Римманова многообразие задана в явном виде, в координатах, то считать объемы или площадь можно, пользуясь вот этой формулой. Элемент площади – это корень из определителя матрицы. Следствие, ну, наверное, тут даже особо доказывать не надо, потому что это… Пусть все то же самое в тех же условиях, в тех же предположениях. Пусть нам дана какая-то функция, которую мы хотим… Мы, может быть, хотим не только площади считать, но и функцию интегрировать по площади. Площадь – это мера, и, в частности, может быть, нужно интегрировать функции по ней. Пусть есть функция, назовем ее как-нибудь H из МВР, измеримая, суммируемая, как и хотите. А это, ну, все то же самое. Тогда интеграл по множеству a, h от x, dv от x с помощью координат может быть посчитан так. Это интеграл по координатному изображению области a, то есть множество a, функции h от r от x умножить на корень из определителя g и j. У, d, λ, n, от x. Короче говоря, если вы хотите интегрировать функцию заданную на поверхности или на Римманово многообразии, а дано вам все про нее в координатах, то вы интегрируете ее умножив на тот самый определитель, который интегрируется. Ну, если h равно 1, это та же самая формула для площади. Ну, доказательства. Что нам говорит предыдущее следствие? Предыдущее следствие говорит, что рассмотрев две меры, одну координатную меру λ, другую меру Римманово объема, перенесенную на РН, мы видим, что одна из них, что они абсолютно непрерывны друг относительно друга, и плотность равна вот этой функции корень из определителя g и j. Ну, отсюда из анализа, я надеюсь, следует, что как проинтегрировать любую функцию. Вот так и проинтегрировать. Поэтому я особо не буду вдаваться. Ну, там, наверное, такие формулы… То есть с любой конструкцией про меру у вас наверняка была сопровождающая ее формула «как считать интеграл». Есть много конструкций для построения мер, произведения мер. Есть, соответственно, теорема Фубиниева. Плотность, задание меры плотностью. Есть, соответственно, тривиальная формула. Есть понятие образ меры при отображении. Есть произвольно измеримое отображение, была мера в прообразе, к ней тоже аналогичная очень простая короткая формула. Но все они доказываются одинаково. Если доказать для кусочно-постоянных функций, ну, как они там, простые или ступенчатые, то отсюда все следует по стандартным теориям. А для ступенчатых это должно быть определение мер. Короче говоря, ничего глубокого нет в этом. Так это были и теоретические свойства, а сейчас я хочу немножко геометрических приложений рассказать. И поскольку это приложение и цель их как-то вас порадовать, то я буду рассматривать простейший классический случай. Двумерная поверхность в трехмерном пространстве. Двумерная поверхность, она вложена в R3. Ну, то, что она вложена в поверхность, это важно. Но то, что двумерная, не очень важно, но понятно. Формулы будут проще, много чего будет проще. Все очень легко, естественно, обобщает на любую гиперповерхность. И сложно обобщается на поверхности, вложенной в коразмерность большую 1. Первое, что я хочу сделать, это считать, что поверхность выпуклая. И применить формулу замену вот этой вот площади образа к отображению нормали. Определение. Выпуклая поверхность, тем выпуклая. Если это граница выпуклого тела. Выпуклого компакта. С непустой внутренностью, но это автоматически. Давайте выпуклого. Давайте напишем выпуклого тела. А выпуклой тела – это компакт с непустой внутренностью. Выпуклой. Когда поверхность является границей выпуклого множества, у меня есть выделенное направление. Есть отличие между нормально направленным внутрь и наружу. Я нормально направлять буду внутрь. Давайте считаем, что нормаль внутренняя. Тогда есть такое свойство. Вторая форма не отрицательна. Сейчас напомню, что вторая форма – это квадратичная или билинейная симметричная форма на касательном пространстве. Данная точка зависит от точки. Ее знак зависит от выбора направления нормали. Мы уже выбрали. И одно из определений эквивалентных такое. Мы локально считаем, что это график функции из касательной плоскости в ортогональное дополнение. Считаем ее вторую производную в точке касания. И это и есть вторая форма. В данном случае, поскольку у нас граница выпуклого множества, касательная будет опорной гиперплоскостью. Это очевидно более-менее. Потому что опорная гиперплоскость существует, и деваться ей некуда. Она обязана быть касательной. Если любая плоскость, кроме касательной, трансферсально пересекает поверхность, значит рассекает ее на части и не является опорной. Так что доказательства действительно заметим, что касательная плоскость, опорная плоскость, которая существует по свойствам выпуклых множеств, она совпадает с касательной. Заметив это, мы видим, что наша поверхность является графиком функции, которая всюду не отрицательна. Досколько все лежит с одной стороны, значит функция графиком, которая является поверхность, не отрицательна и достигает минимума в рассматриваемой точке. Значит и вторая производная. Первая производная равна нулю, это нам не нужно. А вот вторая производная не отрицательна. Итак, в частности, как следствие, гауссовая кривизна больше равна нуля. Гауссовая кривизна – это произведение главных кривизн, но они будут оба не отрицательны. Я хочу еще попросить условий. Сейчас будет много условий, но дело в том, что эту теорему, которая сейчас получится, я дальше буду серьезно обобщать. Поэтому она такая ознакомительная теорема. Определение. Давайте назовем строго выпуклой, если вторая форма строго положительна во всех точках. Значит, что кривизна по направлению никогда не обращается в ноль, и в частности гауссовая кривизна строго положительна. Тогда про такую, предположив все… Кстати, можете вспомнить разговор про выпуклые кривые в прошлом семестре, где было несколько эквивалентных, по сути, определений, что того, что такое выпуклая кривая. Ну, какие-то фрагменты доказательства, конечно, были теми же. И там было несколько эквивалентных свойств. Кривизна неотрицательна, выпуклость в смысле опорных гиперплоскостей, там граница. Значит, все это верно и для поверхностей, но немножко сложнее. Более-менее несложно доказать… То есть, самое сложное – это вывести из свойств кривизны свойства выпуклости глобальные. То есть, из локальных свойств вывести глобальные. И если кривизна строго положительна, это более-менее легко. Можете рассматривать это как упражнение, я не буду с этим связываться. Ну, можно и для большего рона нуля, но там много технической возни. Все это верно. Если есть компактная поверхность, ее кривизна в R3, ну, или в RNN- одномерная, ее главные кривизны в каждой точке – все одного знака. Это понятие не зависит от того, куда вы направляете нормально. Тогда это выпуклая поверхность. Есть такое свойство, оно довольно техническое. Особенно, если кривизна не строго выпуклая. Да, так вот, что я хочу. Я этим всем заниматься не хочу. Поэтому я все свойства, какие есть, включил в определение выпуклой поверхности. Не пытаюсь доказывать, что какие-то из них лишние. Доказывать я хочу теорему, которая обобщит то, что у кривой на плоскости интеграл кривизны равен 2π. А именно такая теорема. Пустим в R3 выпуклая поверхность. Строго выпуклая. Вот и для строго выпуклых. Тогда она в части гомеоморфной сфере. Поскольку мы знаем топологическую классификацию выпуклых компактов. Да, так вот, интеграл гауссовой кривизны по площади. Давайте я не ввел обозначение. Это интеграл по площади. Площадь это двумерный Римманов объем. Да, так вот, интеграл кривизны по площади. Римманов равен 4π. Для любой выпуклой поверхности. На самом деле не выпуклой тоже. Но не выпуклой, но это будет позже. Площадь это по мере, который вам надо. Да, да, да. Значит, у нас есть понятие Римманов объем. В двумерном случае он, естественно, называется площадью. Ну и, между прочим, поскольку речь о вложенной, понимаете, это та площадь. А в анализе у вас была как-нибудь площадь? И как? Ну, мы там, короче, вы видите, что мы осмотрим на вложенных… Обозначение, буква. Чтобы была единая буква. А hn, да, вот это вот было, да? Мера Хусдорфа. Ну, я могу h2 написать, станет легче. Значит, ds – это сокращенная запись для dh2. Значит, ds – просто традиционное в русской математике обозначение для площади. В английской иногда обозначают буквы а. s – очень неудобно, потому что оно сейчас войдет в конфликт с обозначением для оператора Вингартена. А это какого слова? Кто? a – area. А s – это square, там что-то… Есть разные обозначения, в основном, да, связанные с тем, что букв не хватает, и каждая буква уже чем-то занята. Из-за этого все изобретают какие-то свои ходы в этом вопросе. Я, значит, буду игнорировать проблему совпадения обозначений. Потому что s нигде, кроме… В общем, легко отличить площадь от функции. Так, давайте докажем. Давайте рассмотрим функцию f из нашей m в сферу, с еще одной s, кстати. В стандартную сферу f от x – это минус нормаль от x. Минус только для удобства картинки, ничего глубокого в нем нет. Я хочу каждую точку снабдить внешней нормалью к поверхности и рассмотреть вот это вот соответствие, как отображение из… По версии в s2, но это стандартное гауссовое отображение, которое в прошлом семестре изучалось. Это дифиаморфизм. Оно биек c в силу выпуклости и отсутствия плоских участков. То есть для каждого направления существует только одна точка, в которой есть нормаль такого направления. Ну, а то, что это дифиаморфизм, нужно еще про производную проверить. Ну, что такое производная? df в какой-нибудь точке p. Это минус dn в той же самой точке p, то есть оператор Вингартена, который мы изучали. А он в базисе, в подходящем базисе, имеет матрицу k1, k2, диагональную матрицу, и поэтому не выражен. Помните, да? Значит, dn – это отображение, линейное отображение с касательной пространства к поверхности в касательную плоскость к поверхности в касательную плоскость к сфере. Но это одна и та же плоскость. Они параллельны и считаются отложенными из нуля. Поэтому это линейное отображение из касательной плоскости в себя, с точностью каких-то отождествлений. У него есть матрица. Ее и в хорошем базисе из главных направлений – это диагональная матрица, на диагонали сядет главная кривизна, которая не нули, как мы знаем. Ну, то есть, по-моему, предположили строгую выпуклость. Значит, производная не вырождена. И, следовательно, это дифиоморфизм. Это биекция, у которой гладкая биекция с невыраженной производной. Поэтому к ней применима теорем проекобианта. Ну, и чему же равна теперь, чему же равен якобианта? Из выпуклости мы знаем. У выпуклого, значит, смотрите, у нас есть выпуклая поверхность, граница выпуклого тела. У этого выпуклого тела есть только две опорные плоскости каждого направления. Они соответствуют двум направлениям нормали, очевидно, противоположным. Каждая из них касается поверхности только в одной точке, потому что мы предположили строгую выпуклость. Если бы на поверхности был отрезок, то там была бы нулевая. В этом направлении кривизна бы обращалась в ноль, кривизна поверхности. А мы предположили, что это запрещено. Вот эти вот строгая выпуклость упрощает эти технические детали, больше ничего. Да, так вот, чему же равен якобианта? Якобиан, естественно, равен определителю этой матрицы. GF от P. Есть определитель этой матрицы. То есть гауссовая кривизна точки P. Итак, гауссовая кривизна – это якобиан гауссовое отображение. Замечательное наблюдение. Ну, теперь применим формулу для площади образа. Площадь сферы. С одной стороны она равна 4P. И я не буду это доказывать. Вы, наверное… Ну, я не знаю, на анализе сможете синус проинтегрировать самостоятельно? Или что там нужно? Вы, может, считали, да. Да я уверен, что это… Ну, это, короче, не для лекций, вопрос, а для практики. Где-нибудь это у вас было. Итак, площадь сферы. С от С квадрат – ужасно. Значит, это… Что? Не-не-не, не буду, не буду, не буду. Я… Он ДН у меня будет. ДН он будет. Не буду я еще третий раз букву С использовать. Значит, площадь сферы. Она с одной стороны 4P, а с другой стороны это интеграл гауссовой кривизны по площади. Ну и все. Ну, давайте подробнее. Это якобиан G якобиана F. ДС якобиана F – это гауссовая кривизна. Поскольку F – это отображение нормальное, ну, с точностью до минуса, которое ни на что не влияет, кроме картинки. Если бы я взял нормальное, было бы то же самое отображение с теми же самыми якобианом, только скомпозированная с некой симметрией некрасивая картинка. Ответ 4P – ну да, это площадь сферы, собственно, это способ его запомнить. Потому что полезно еще помнить, что у сферы кривизна равна 1. Поэтому ответ согласован с этим фактом. Сфера